Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продажу выложили две коллекционки. Данное предложение может порадовать тех, кто хочет подживиться коллекционными машинами и любит их собирать. А именно на продажу выставили БТСВМ Камар, ну я думаю вы понимаете почему его Камаром называют, и СУ-76И, машина которую я очень люблю на своем третьем уровне. Да, я люблю песочные бои и почему бы не пофаниться там себе в удовольствие. Также данное предложение могут рассматривать те ребята, которые используют покупку коллекционной техники как способ доната, то есть выгодно переводить свои реальные деньги в золото. Давайте будем обсуждать сначала через призму того, насколько это выгодно в виде конкретно доната. За 6 долларов вы получаете две коллекционных машины, к ним получаете два Камо, которые на машинах смотрятся действительно хорошо, особенно на БТСВМ смотрятся просто великолепно. Что касается Х5, то ребят на все танки, поэтому в целом данные Х5 в количестве целых 10 штук довольно-таки существенно помогут вам подзаработать себе свободного опыта, подзаработать себе опыта экипажа, серебра, а главное помогут вам быстрее прокачать ту или иную ветку, особенно если она какая-нибудь унылая и не хочется долго задерживаться на конкретном левеле. Два слота в ангаре, открытое все оборудование, но по большому счету для смеха, потому что на третьем уровне особой цены в серебре эти вещи не имеют. И есть еще, ребят, один приказик победить в 10 боях. Если вы победите в 10 боях, то вы получите возможность открыть один контейнер мистический, из которого могут выпасть довольно интересные машинки, а именно выпадет вам сертификатик, возможно, и вы сможете за счет этого сертификата получить какую-то одну случайную машину, которые включены в состав мистического контейнера. Что это за машины, вы можете посмотреть самостоятельно. Я же покажу крайне быстренько. Здесь огромное количество машин, и не только те, которые являются мистическими, такими как, допустим, Дракула или тот же самый Уничтожитель, а и обычные, простые, премиумные машины типа ИСа 2, ИСУМ-122С и так далее. Короче говоря, не обязательно, что вам выпадет Уничтожитель, Крушитель или что-нибудь из потустороннего типа транспортных средств, если можно их так называть. Также вы имеете возможность выбить себе голды, но особо шансы не сильно велики. Ну, в лучшем случае, там, 100 или 200 золота вы получите. Короче говоря, ребят, здесь уже на любителя, как я говорю, пощекотать свои нервы. Вот так вот выглядит набор через призму того, за сколько можно что получить. Что касается того, сколько золота вы получите, продавая эти машины. Продавая любое из этих транспортных средств, вы получите немного. Вы получите всего лишь по 1000 золота за каждую из них. 1000 золота, как вы видите, за СУ-76И. Ну и если вы возьмете себе комара, то, соответственно, за него, за продажу, получите тоже косарь. Таким образом, получается, что за 6 баксов, а эта сумма довольно-таки немаленькая, вы можете, в принципе, себе на 6 долларов, ну что там приобрести, давайте посмотрим. По простым ценникам, за 5 долларов вы получаете 3000 золота. Здесь же за 6 долларов вы получаете 2000 золота, но получаете x5. И, по-моему, это самое ценное, то, что есть в данном наборе. Если смотреть какие-то акционные предложения, то да, вы можете, допустим, взять себе за 3 доллара подписку на золото и получить целых 3500 золота и 14000 свободного опыта. Много это или мало, ну, все зависит от вашего кармана и что вы реально можете себе позволить финансово. Ну, а если вы не донатер, то, в целом, данное предложение и так не для вас. Если вы рассматриваете данные машины именно как коллекционки, то, по моему скромному мнению, все-таки по 3 бакса за машину третьего уровня, это дороговато. Особенно в отношении БТСВ. Если вы на сушке, допустим, 76-й, еще сможете заехать в бой и получить какое-то удовлетворение от игры, то на БТСВ фан, я бы сказал, практически отсутствует. Если вам интересны обзоры на Комара, либо на Су-76и, обязательно подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, потому что в ближайшие полчаса-час на канале появятся свежие честные обзоры на данную технику. Ну, а если вы не обязательно гоняетесь за свежечком, то на канале уже есть обзоры на БТСВ и на Су-76и. И да, ребят, мой канал практически единственный, на котором вы сможете найти обзоры на песочную технику, в том числе на проходную. Поэтому подписывайтесь, всегда буду вам рад. На данный момент у меня все. Кому интересно, заходите, покупайте. Ну и обязательно пишите в комментариях свое мнение по поводу данного набора, целесообразности его приобретения, ну и вообще, что вы думаете по поводу песочной техники. Мне будет интересно почитать. Спасибо вам большое за просмотр. Жду вас в гости. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.